Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня мы начинаем тестировать новинки пятого каталога Фоберлик. Итак, поехали! Вот я как раз в ночнушке обещала вам показать ее полностью. Мне безумно понравилось, мне очень понравилась артикула в предыдущем видео. Размеры XXL, она такая невесомая, она такая приятная к телу. Не так комфортно спать, вообще не чувствую, что на себе какая-то одежда надета. Но тем не менее, она есть. Жалко, что не было в оттенке фисташковой, мне очень хотелось. И нет до сих пор. Даже в размерной сетке, где нет позиции, они не горят черным, нет размера XXL. Там почему-то у них как будто его больше и не будет. Но вроде как есть голубая, я еще с удовольствием взяла себе вторую на смену. Слушайте, рукав здесь длинный, все комфортно, все отлично. Она не обтягивает, она свободненько, и она мне чуть выше колена. Чуть выше колена. То есть она вот прям свободно струится по телу, в бедрах на мои параметры. У меня сейчас, наверное, где-то, девчонки, 54 размер. В бедрах, но не замерялась давно на мои параметры, бедра и живот не обтягивает. То есть все отлично, она струится, смотрится все очень красиво. Мне кажется, она даже вот стройнит. Да, по дому ходить прям вот одно удовольствие. Так, что у нас с вами дальше? Мы хотели с вами потестировать маркер для бровей. Мне уже не терпится. Я не знаю, будет ли он виден вообще на моих бровях, не будет ли он каким-нибудь зеленым, потому что на сводчах он реально зеленит. Но что хочу сказать. Я вчера пошла в душ, мылась мочалкой, и он не сразу смылся, сводч, вообще не сразу. Я прям была удивлена. Так что продукт стойкий. Сейчас попробуем. Это у нас с вами артикул 502-22 тонн для блондинок, но он все равно прям, мне кажется, и для блондинок темноват. У меня татуаж в сером цвете. Я вам потом покажу при естественном освещении. Здесь в коридоре оно какое-то у меня тускловатое. Мне не очень хочется, конечно, эффекта заполнения, но так как он у меня в принципе уже от татуажа, то будем работать так. А вообще он очень тоненький, как маркер-подводка, лайнер. И можно именно волоски прорисовать, как сейчас модно. Но сейчас что-нибудь попробуем наваять. Ой, он гораздо темнее моего татуажа. Если надо, подправить. Видите, полоски подправляйте, сразу он застывает практически моментально. Я рисую как бы волосками вначале. Можно даже приподнять попробовать. А вообще прикол. Смотрите. Не, ну а что? Сейчас посмотрим, что по факту получится. Я рисую пока волосками. Вот так вот потихонечку волосками. Это для блондинок светлее нет, чтобы вы понимали. Да, на мой татуаж серый. Это просто черные брежневские брови. Капец. Мне так хотелось какого-нибудь светло-коричневого. Но нет, не судьба. Но очень темный. Я немножко форму даже сейчас попробую изменить. Чтобы вам было видно. Не, ну капец. Представляете, какой он темный. То есть я вот тут сейчас покажу при естественном освещении. Прорисовала волоски вверх. Ну, жесть вообще. Для блондинок. Я, походу, его буду как подводку использовать, стрелочки им рисовать. Сейчас вторую бровь оформим таким же образом. И покажу вам. Он очень темный. Он очень темный, капец. Девочки-плондинки, не берите. Это страшно. Вышло на свет. Боже, пока светло. Но это кошмар. Нет, по факту, как бы здорово. Вот смотрите, я волоски прорисовала. То есть их можно реально прорисовать. Можно задать какую угодно форму. Девочки, ну он очень темный. Ну совсем что ли. Давайте его стирать. Посмотрим, что останется. Взяла влажную салфетку. А, он не стирается. Вроде как стирается, но не очень. Может, его надо вот так накрасить, а потом стереть? Может, я неправильно делаю? Я не читала про него в каталоге. Нет. Осталось что-то от него или нет? Не пойму. Сейчас посмотрю в зеркало. Нет, он стерся влажной салфеткой. И это очень темно и очень ярко. Особенно для блондинок. Для брюнеток-то очень. Пальцем давайте попробуем. Пальцем все, он застыл. Он не размазывается, видите? На месте. На месте все. Никуда он не размазывается. То есть, то, что он стойкий, я легко могу поверить. Ну вот влажная салфетка смывается. Вы видели, да? Вот. Все на месте. Пальцем тру, все на месте. Но это в рот гораздо симпатичнее. Он очень яркий, очень термоядерный. Поэтому нет. Как подводку, может, и доиспользую. Попробую навеки. Но точно не как для бровей. По поводу дейзика у девчонки очень стойкий. Но действительно очень удушающее облако. Вот оно удушающее. То есть, я начинаю прям кашлять, когда распыляю его. У меня Ксюша просит прекратить это сделать. Распыляю ванной и на всю квартиру пахнет. То есть, облако удушающее. Я вот этот момент не очень люблю. Но мне безумно понравились ароматы. И понравилась стойкость. То есть, никакого потоотделения, никакого неприятного запаха 100% нет. Почему? Потому что я сейчас болею. У меня ночью была температура, высокая температура. Я вся потела. Я проснулась. И мои подмышечные впадины, скажем так, благоухали хлопковым розовым дезодорантом. Они были абсолютно сухие. Я очень была удивлена. То есть, вот сутки минимум держит. Сутки минимум держит. Потому что проверено на больном человеке с температурой. Если у вас сильное потоотделение, ищите что-то мощное, можно присмотреться. Сначала запах, аромат перебивает все. Потом, только если принюхиваться парфюм, потом уже перебивать не будет. Этот запах остается там, на подмышечной впадине. И как-то вот я его не ощущаю потом уже после. Но вначале прям я задыхаюсь. На самом деле я прям начинаю кашлять. И быстрее из этого помещения сама уходить. Распшикала, да, и бегом оттуда. Девчонки, по поводу пасты новой 28-85 с апельсином 6+. Я оценила, мне понравилось. Ксюшки тоже. Действительно вкусная, апельсиново-мятная. Хорошо очищает эмаль. Нареканий к ней никаких нет. Хорошая паста. И вот этот вот крем, который у нас с вами с живицей. Фитобальзам для тела. Я его вчера использовала на много какие места. Информацию еще вам продублирую. Так, артикул 28-28. Что могу сказать? Я вчера помазала им на ночь лицо. Я вчера помазала им руки, ступни, локти. Ну, какие-то сухие участки, да, на теле. И, вы знаете, прям класс. Вот прям класс. Слушайте, и лицо такое с утра мягенькое-мягенькое. И по рукам, по кутикуле, по своей, сухой, по ступням. Поняла сразу, что увлажняет моментально. Мне прям очень понравилось. Если еще каким-то оздоравливающим действием обладает, то вообще прекрасно. С утра кожа лица прям вот мягенькая, такая классная. Как-то следов усталости нету. Знаете, мне очень понравилось. Не только на тело, да, но и на лицо. Вообще здорово. У кого сухая кожа, кто будет брать и попробует, обязательно отпишитесь. А сейчас у нас с вами остался гель для стирки. Новый для цветных и для белых тканей. У нас сейчас как раз большая стирка. Постельное белье меняем. Буду смотреть, буду пробовать и дам вам свой отзыв. Гель для стирки. Вот, он очень вкусный. Он прям вот ароматный такой. Какой-то сладко-фруктовый аромат. Мне безумно нравится. Сейчас будем стирать. 308, 42 артикул. Не знаю, изменился состав или нет. У кого есть старые бутылочки дома, посмотрите, девчонки, сравнить, что в нем изменилось. Так, девчонки, по гелю для стирки. Вы знаете, приятно удивили. Я не очень люблю стирать гелем, но, тем не менее, вот это средство имеет место быть. Я стирала одну партию порошком плюс кондиционера органа. Вторую партию просто вот этим гелем без кондиционера. И хочу сказать, что отстирывает прекрасно. У Ксюшки полотенце ее большое, огромное. Банная измазалась в чем-то, не пойму в чем. Похож очень на мои тонирующие шампуни и маски. В чем-то синем оно все разводами. Пытала, не допыталась, почему она такая грязная. Но так ладно. Постирала его с этим гелем. Просушила. Все отстиралось. Все прекрасно. Легкий аромат геля остается на белье. Легкая душка. И по мягкости, в принципе, так как стирала через раз, то порошком с органой, с кондиционером, то гелем без кондиционера. По мягкости не отличается. То есть, в принципе, нормально. Даже без кондиционера в этом стирать все отлично. Поэтому гелю ставлю пятерку. Знаете, мне понравилось вот так, чтобы стирать полотенце. Или еще что-то, что требует именно гелевую основу. Имеет место быть. И, скорее всего, буду повторять. Ну, и на этом ролик буду заканчивать. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Ссылочка для регистрации Фиберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok